Воронежские театры завершают сезон и уходят на каникулы. Воронежский театр юного зрителя не исключение. Как прошел этот год для труппы, чем еще удивит театр своего зрителя, мы узнаем у Александра Николаевича Латушка, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Воронежского ТЮЗа. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Света. Александр Николаевич, вот сезон удался, на ваш взгляд? Вот у нас вышло три премьеры, очень интересные, такие яркие, насыщенные, и по сюжету, и по декорациям. Веселый Роджер, тряпичная кукла, необычная. Бедные люди по Достоевскому. Вот все удалось сделать? Или что-то, вот какие-то планы, может быть, что-то, то, что задумывали, не удалось? Или наоборот, вот сезон был такой успешный, удачный? Ну, мне думается, что, наверное, значимость того или иного сезона для живого театра определяется прежде всего востребованностью проката. Вот. И нужно сказать, что здесь вот все эти три постановки, безусловно, они подкрепляют зрительским интересам их значительность. Поэтому мне думается, что в этом отношении сезон достаточно удачен. завершать сезон мы намереваемся, ну, очень сложной и ответственной, безусловно, премьеры, которая ждет театр в конце июня месяца. Я сейчас работаю над постановкой пьесы Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Я совсем недавно был на международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге, куда я практически езжу каждый сезон, а существует этот фестиваль уже 15 лет. И Санкт-Петербургский тюз имени Брянцева как раз вот в прошедшем сезоне совершил вот такую постановку на малой сцене у себя. Но, к сожалению, я спектакль сам не видел, а только маленькие крошечные отрывки. Вот. Но само по себе то, что театр решился на такой вот акт взять в работу эту пьесу, и как оказалось в результате, я имею в виду, так сказать, вот как раз Санкт-Петербургский спектакль, как оказалось, что зритель настолько активно вот откликнулся на прокат этого спектакля, что у них вот сейчас билетов совершенно нет, уже вперед все раскупили. Вот. И он вызывает вот такой интерес. Я буду надеяться, что и наша работа зрителей наших не оставит равнодушными, хотя эта работа не только она сложна, но она еще безусловна и предъявляет, наверное, так сказать, к нам, к создателям-постановщикам и всей, значит, его труппе театра, предъявляет высокую меру ответственности. Поскольку сегодня, к сожалению, в нашем обществе творится очень много таких неожиданных, наверное, ситуаций, когда молодые люди, скажем, не имея за душой каких-то очень высоких нравственных установок, совершают совершенно аллогичные поступки, граничащие просто-напросто с безумием. Это когда вот там школьник пришел в школу с ружьем, и где застрелила своего учителя, и там, и стрелял в своих одноклассников и так далее. И, к сожалению, не единичны такие проявления. То, что сегодня наша молодежь, она нуждается в духовном, как бы, окормлении, это совершенно однозначно. И прошедшее в Пскове совещание, которое проводил наш президент Владимир Владимирович Путин, оно действительно доказывает, что он на сегодняшний момент как никогда назрела. Вот такая необходимость, прежде всего, все воспитательные институты, их сегодня, наверное, прежде всего и в общественном сознании, наверное, и в государственной поддержке поставить на иную ступень значимости. Вот. И это уже проявляется тем, что этот год, он был назван годом культуры. Вот. Это тоже, я считаю, справедливо, хотя пока еще в адрес культуры вот такого вспомоществования, его не очень, к сожалению, много. Но понимаем, что проходила Олимпиада, которая очень много забрала средств. Но Олимпиада, это тоже, я считаю, что необходимость, поскольку это один из механизмов, который, прежде всего, Россию, как государство во всемирном масштабе, также возводит на еще большую ступень, когда все другие государства должны, так сказать, наверное, с уважением и каким-то почтением и радушием относиться, видя, какие здесь существуют, так сказать, потенциалы в России. Какие возможности? Ну вот, возвращаясь к пьесе, дорогая Елена Сергеевна, вот эта пьеса рассчитана именно на молодежь, на воспитание ее, вот какой посыл? Безусловно, здесь она в первую очередь, она нацелена, конечно, на молодых людей, которые вот стоят перед выпуском, выходом в жизнь. И с каким багажом духовным, с каким потенциалом они в эту жизнь входят? И прежде всего, это говорит о той колоссальной мере ответственности, которую мы, взрослые, мы, воспитатели, мы несем, когда, скажем, вот очень многое в этом отношении теряем. Очень многое находится просто-напросто на самодеятельном, к сожалению, уровне. Очень много упускается за какими-то другими, наверное, все-таки менее важными заботами. Потому что самое главное, человек, входящий в новую жизнь, он должен прежде всего этому званию человека соответствовать. Александр Николаевич, после этой премьеры, после премьеры спектакля, труппы театра будут отдыхать или планируете какие-то гастрольные поездки? Мы сейчас ведем предварительные переговоры о том, что может быть на совершенно небольшой срок, но со спектаклем пока еще мы не определили точно, но с небольшим спектаклем мы, возможно, выедем в Крым. Вот. Но это ненадолго. Потому что там сейчас детей очень много. Повезем, конечно, сказку туда, какую-то веселую, такую жизнерадостную. Ну, у нас, слава богу, есть в репертуаре, есть что выбрать. Вот. Но предполагаем, что в отпуск мы уйдем с 1 июля. Если поочечаяние, допустим, вот с 1 июля, там, неделя у нас возникнет именно вот на эти самые гастроли, ну, значит, подвинем на неделю, на неделю позже. Но планируем вот примерно так. Какие планы на будущее? На год уже есть какие-то... Ой, планов, планов громадею. Все-таки вот Алису вы хотели поставить вот... Алису очень хотел. И это моя мечта, она во мне живет. Надо воплощать в жизнь. Конечно, надо. Но вопрос-то ведь заключается прежде всего в том, что Алису вот сегодняшними нашими техническими средствами, которые обязаны создавать и помогать создавать художественное впечатление, к сожалению, сегодня эти технические средства, они очень и очень примитивны. Сегодня световое оборудование театра настолько изношено, настолько устаревшее. Радиооборудование тоже. А если я хочу как раз вот эту сказку поставить на музыку Владимира Высоцкого, это, может быть, помните, когда-то много лет тому назад выходила большая пластинка. Вот Алиса в стране чудес. И вот как раз Владимир Высоцкий туда сочинял и тексты, и музыку, и сам даже играл вот одного из персонажей. Для того, чтобы эту сказку одушевить, необходимо, чтобы у нас в наличии был такой технический ассортимент, который позволил бы вот все эти чудеса, которые с Алисой происходят, вот их не только видоизменять, да, но еще и более и более делать их чудесными. Вот. В этом тогда смысл всей этой затеи. Потому что через за что, скажем, вот в театре в ребенка попадает вот то воспитание. Оно должно быть обязательно ни в коем случае не вот таким лобовым, не назидательным, упаси Боже, а через поступки героев, любимых сказок, да, через те ситуации, в которые они попадают, когда они совершают какой-то нравственный выбор, обязательно они, дети, сидящие в зале, они для себя тоже невольно делают определенные выводы. В этом как раз и есть основное, наверное, чудо театра, особенно театра юного зрителя. И его значение вот в нашем общем деле воспитания нашего подрастающего поколения. Надежда, есть, что у театра появится такое вот серьезное техническое оборудование, такие возможности для того, чтобы поставить этот сложный, такой яркий и специфический спектакль? Неделю назад у нас состоялась встреча с Алексеем Васильевичем Гордеевым, нашим губернатором. И в прошлом году ведь мы отметили 50-летие театра, но, к сожалению, тогда в бюджете области вот таких средств не нашлось, а нам нужно для этого ни мало, ни много, а все-таки 25 миллионов. Но Алексей Васильевич сказал, что по истечении первого полугодия вот возможно, что у нас такие средства, они появятся. И вот именно 1 июля он назначил мне свидание для того, чтобы во всяком случае вот как бы к этой затее подвинуться. Вернуться, да? Конечно, конечно. Так что Алексей Васильевич обещает в этом отношении помочь. Я очень и очень на это надеюсь. Алексей Васильевич – человек слова, он никогда не подводил. Александр Николаевич, ну я вам желаю удачной премьеры. Я говорю о дорогой Елене Сергеевне, о пьесе. Конечно же отдохнуть, набраться сил, чтобы в следующем театральном сезоне мы увидели новые яркие, потрясающие постановки в вашем исполнении и других режиссеров Воронежского теза. Ой, какое замечательное пожелание. Спасибо огромное.